Привет, мои хорошие! С вами Селена. Я начинаю видео о том, как я в первый раз устроилась в хостел в самом центре Москвы. Тут Китай-город, чистые пруды, в общем, до любой станции метро рукой подать. Впервые в хостел решила, потому что мне далеко ехать до моей подружки. Она переехала туда ближе к МКАДу и неудобно стало мне ездить. А у меня находится встреча YouTube прямо в центре Москвы. Я, естественно, встретилась с другими блогерами, и бордовская такая Алена, может быть, вы ее знаете, она тоже впервые остановилась в хостеле за углом от нашего мероприятия. Сейчас я вам хочу показать, как я устроилась, как это удобно, потому что уже сутки я там провела, мне очень понравилось, и, в общем, хочу с вами поделиться своими впечатлениями и все такое. Сейчас я нахожусь на Мясницкой, я взяла кофе, офигительный просто кофе. Я не могу никуда рекламировать это место, они вообще не знают о том, что я их рекламирую. Называется «Серф кофе» на Мясницкой. Здесь рядом еще находится Муму, что я уже отметила, можно поесть. Рядом с моим хостелом, с другой стороны, находится дешевая столовая, но очень вкусная, огромнейший выбор. Они работают с 8 до 9 вечера. То есть сейчас уже 9 часов утра, и тут рядом караоке есть, Black Star, бургер. Короче, куча всего. В общем, идем. Идти чуть-чуть совсем, за углом буквально. Я утром проснулась просто, чтобы взять кофе. И это уже второй кофе, потому что у них просто реально очень крутой кофе. Я не знаю, ну, мягкий. То есть нет вот этого послевкусия, как от всех других кофе. Погнули они там. И буквально это вот дом, да. Вот сейчас я заверну. Я обожаю этот район, Китай-город. Здесь можно вообще, на самом деле, никуда не ездить. Все обходить пешком. Я очень много прошла пешком. Вон он уже. Кривоколенный 4. Понимаете, да, насколько все близко? А вот там, вот, буквально в соседнем доме находится столовая. Так. Ёперный театр. Разлила на себя. Это же неудобно снимать. Так, здесь заходим. Здрасте. Тут ресепшн. Вас можно снимать? Что? Снимать вас можно? Меня? Да. Это ресепшн. Здрасте. Так, здесь место, где, если что, отдохнуть или подождать. Здесь мы перебываемся. Вот здесь вот моя 11D. Мои шлепки уже лежат. Переобуваемся. Здесь у каждого шкафчика свои шлепки вот так вот оставляют. Можно, кстати, в прокат взять шлепки, чтобы не было разбросано все. Внизу вот такая большая площадь. Там у нас идут душ и туалет. Раздельные. Для всех, в общем. Вот так вот у нас идут раковины. Стиралка. 250 рублей, по-моему, стирают. Здесь вот так вот идут. Душевые две. Ну, я сюда не хожу, потому что у меня все на втором этаже есть. Душевые две, а здесь туалеты. Все включается автоматически. Вот два туалета, три даже туалеты. Чистенько все, хорошо. И везде вот такие прикольные надписи. В общем, ладно, это первый этаж для всех. Так, а, кухня, кстати, на каком этаже? Челлаут зон. Ну-ка, зайдем. В челлаут зоне я не была еще, но, как увидели, симпатично, да? Ладно, пойдемте в мой номер. Поднимаемся по ступенечкам. Сейчас еще утро, все спят, поэтому я тихонько говорю. Смотри, как все звездно, красиво. Вот, я поднимаюсь. Здесь у нас сразу туалет, туалет, душ-туалет, три. Туда идут комнаты налево. Девятая, с первая по восьмую. И здесь тоже два душа-туалета. Это шкафчики, которые закрываются, но у меня все свое в комнате. Так, вот. Здесь можно погладить. Тут тоже шкафчики. Моя одиннадцатая. Тут висит, сушится все. Вот моя шикарная комната. Вот мое место слева. Да, я тут оставила за собой. Смотрите, какая большая комната. Вот здесь девчонки живут, здесь, здесь. И здесь вчера приехала. Тут еще никого нет. Это место для Аленки. Придерживаем. Посмотрите, какое большое пространство. Я была у Алены в хостеле, в котором сейчас она. У нее там вообще как в поезде. Здесь у нас висят вещички. Вот. Тут у нас столик, на котором мы можем кушать. У каждого здесь находятся свои шкафчики. Сейчас открой, покажу. Вот мой шкафчик. И у меня здесь вот так все лежит. Видите? Здесь можно повесить. Вот так. Ну, в общем, вот так. И все это закрывается на ключик. Ключик, который ты с собой забираешь. Мусорное ведро. Стульчики. Вот здесь еще под моей койкой местом находится вот такой вот чемодан, куда я свой сложила. И на ресепшене выдают замочки. Ну, они бесплатные замочки. Только нужно оставить депозит или паспорт. Ну, чтобы потом замочек, когда ты вернул, тебе это все вернули. То есть тоже замок на ключе. Так, давайте немножко о комнате еще. Здесь девчонок. Здесь у нас фен. Только я не знаю, чей это фен, это чей-то или общее зеркало. Так. А здесь, смотрите, у нас какой шикарный балкон. Вот этот балкон меня покорил немножечко, смотрите. Красота. Он такой большой, красивый. Здесь можно выйти, попить кофе. Вот здесь вот на заднем дворе вчера у нас проходил барбекю. И, ну, конечно, веселились. Классно было, весело. 200 рублей стоил всего лишь барбекю. Очень много было иностранцев. И я считаю, что это очень крутое место для того, чтобы реально, ну, если одинокий, кто-то один, да, приехал, ну, как бы меня и считается, можно познакомиться с иностранцами в хостелах. Это вообще круто. Ну, хотя, может, если вы, конечно, богатого себе ищете иностранца, то это не в хостеле. Нужно знакомиться. Но, тем не менее, а для меня здесь очень удобно было то, что здесь можно попрактиковать английский. Я, правда, вчера не вышла на барбекю. Я лежала без задних ног, потому что я очень много ходила и очень сильно устала. Но на самом деле это было круто. Они здесь очень круто все устроили. И я слышала только английскую речь. Это было очень круто. Вот, так что здесь можно даже столько, мне кажется, вытащить и попить кофе. Вот такой вот вид. Красивый. Задний двор хороший. Вот. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Что еще здесь? Что еще здесь? Здесь у меня классный матрас, мягкая подушечка. Здесь отдельно включается свет. То есть у нас есть общий и включается отдельно свет здесь. Пожалуйста, все видно. Своя маленькая полочка находится, на которой вот у меня сок, например, стоял. Там телефон на зарядке. То есть зарядка своя, да. Одеяло. Очень легкое, теплое, классное. И вот еще какая-то, наверное, для полотенца. А полотенце здесь тоже можно взять. Тоже депозит 500 рублей, либо паспорт. Ну, потом, когда возвращаешь полотенце, то тебе возвращаешь. Вот сейчас я как раз собралась искупаться. И на нашем втором этаже здесь есть две комнаты с туалетом и с душем. Ну, как раз 9 часов полдесятого, и все они заняты. И я уже пришла. И здесь даже девочка стоит в очереди. Поэтому мы немного подождем. Но я думаю, быстро освободиться, потому что здесь целых три таких отдельных комнаты. Вниз можно спуститься, и там будет свободный, я думаю, отдельный душ. Кстати, можем пойти и посмотреть. Спускаемся. Просто чтобы проверить, если уж нам сильно, срочно нужно искупаться, будет ли здесь свободно. Так. Вот, смотрите, пожалуйста, тут все свободно. Душек. Один, второй. Но там есть общее все, и хочется как-то разложиться. Там больше места, поэтому я подожду. Смотрите, пока я ходила, здесь освободилась комната. Вот так она выглядит. Смотрите, светленькая вся. Да? Красиво. Вот, даже фен есть. Туалет. Так тепло, кстати, не замерзну. Душ. Вот это всем можно пользоваться, все, что здесь люди оставляют. Вот. Я же все свое разложила. Пойду возьму кофе, который я оставила наверху. И идем с вами купаться. Красота! Девочка стояла в очереди, но она не захотела. Ну, она первая должна была пойти, но она не захотела в этот. Она почему-то в один там ходит душ, который ей нравится. Поэтому она ждет, пока он освободится. Ну, а я ни в одном еще не была, поэтому сейчас искупаюсь и расскажу, как это было. Итак, я искупалась. Сейчас я скажу, что я тут заметила. Там уже, наверное, стоит очередь. Потому что ломится мне в дверь. Ну, не ломится, но так, ручку проверяют. В общем, что касается здесь, все нормально. Заберу свою расческу, она мне так и не прикатилась. Все хорошо, все замечательно. Единственное, меня смутил момент. Минуту! Единственное, меня смутил момент сначала, что здесь водонагреватель. И передо мной, так я понимаю, мылись люди. И я переживала, что вода горячая закончится. Но вода на самом деле горячая была. Все стабильно. Это самое важное. Вот. Освежитель воздуха, куча туалетной бумаги. Так везде, в принципе. Тут вот еще даже мусс для укладки был. Чистый мусор. Все, в общем, замечательно. Здесь даже фен отдельно еще лежит. Здесь у нас зеркальце. Полочки. Тут что-то можно свое оставить. Люди оставляют зубные щетки. Мыло. Все чисто. Все, пошли. Ну вот, чуть не забыла. Какой-то нетерпеливый мужчина попался. Вот, смотрите, я пришла во второй этот на моем этаже. Другая. Тоже туалетик, тушек. Все чистенько. Единственное, что я сюда вот заглянула. Тут, видимо, уронил кто-то. Ну, она такая на присосках. Видимо, кто-то повис на нее. Она вот упала. Ну, в общем. А, либо это собираются поставить. А может, это стояло. Дорогие гости. А, по техническим причинам душевая кабина временно не работает. Ну, жалко. Вообще, тут тоже вот миленькое, чистенькое местечко. И здесь можно посушиться. Есть розетка. Полотенце всегда есть. Задная паста. Если вдруг кто-то что-то забыл, это очень удобно на самом деле. Вот. Пока девочка у меня там в номере работает. Диспетчером. Я здесь быстро посушусь. Ну что, я вытянула свои волосы с помощью своей новой расчески и фена. Теперь осталось подкраситься. И шуровать скорее навстречу. Еще мне здесь понравились на всех стенах всякие такие необыкновенные рисунки. По-моему, связанные с что-то с Алисой из Страны Чудес. Здесь у нас космос. Вот. А у нас комната тоже вся очень красивая. Мне это понравилось. Сразу меня привлекло. В целом, смотрите, как комната смотрится. Она на самом деле соответствует фотографиям, что мне очень понравилось. И в первую очередь я обратила внимание на эти занавесочки. Такие красивые. Смотрите, розочки. Комната называется Алиса. У нас одиннадцатый. Тебе звонят? Да. У нас одиннадцатый номер. И у каждой комнаты вот свои цифры. Вот так вот есть. Вот. Закрылся и все. И ты там в домике. У всех все одинаково. Картина. В общем, в целом все белое. Это я люблю вообще. Все белое, светлое и кайфушное. Вот. Вот мне подсказывает пионерский лагерь. Да. И, кстати, здесь рейтинг 9,3. У меня остыл немного кофе. Давайте я его сейчас подогрею. Я уже сходила в душ, да? Я сейчас его подогрею и заодно вам покажу нашу кухню. Кстати, вот решила еще раз зайти в челлаут-зону, пока здесь никого нет. Смотрите, здесь ноутбук, диванчик. О, как клево! Здесь можно смотреть что-то. Но, видимо, оно еще не остановлено, потому что здесь всякие штучки. Прикольно. Книжечки какие-то лежат. Здесь можно сидеть. Ну, вот такая маленькая челлаут-зона. Поиграть можно, почитать. И все вот так красивенько разрисовано. Так, идемте на кухню. Так, китчен. Здесь у нас мечта. Холодильник 2. Здесь можно оставить свою еду. О, кто-то сумку поставил. Что еще интересного мы увидим? Место есть, в общем. Но мне оно не нужно. Так, здесь выход. О, кстати, здесь выход на улицу. И на вот этот задний двор, где вчера было барбекю. Давайте посмотрим. Ой, мне вот этот задний двор очень нравится. Он такой милый, симпатичный. Больше всего мне нравятся вот эти, конечно, штуки. Та-дам. Интересно, я не упаду? Такая, блин, села и свалилась. Классно. А вон мой балкон наверху, с которого я вчера снимала. Это барбекю-вавлог. И, в принципе, вам здесь уже тоже показывала. Так, идемте дальше. На кухне там кто-то есть. Я сейчас постараюсь так снять, чтобы никого не смущать. Но главное, мне нужно нагреть мой кофе, потому что он холодный. Так, идем дальше. Смотрите, здесь такая кухонька. Здесь у нас сахарочек, чай, кофе бесплатно. Здесь я уже погрела свой кофе. Очень много всяких овощей, мусорное ведро. Еще мне нравится вот эта стена, смотрите. Ай, тут столько всяких заметок. И мне кажется, это отличная вообще идея для вообще стены дома. У меня такая должна быть, потому что я все забываю. И вот если все, что в моей голове, сюда наклеить, то примерно так и будет выглядеть. Вот. Здесь такие столики. Здесь мы можем готовить. Здесь мы все это можем брать. Мне уже показали. Здесь все мыть. Как видите, все чистенько. Вот. Посуда, которую можно брать. О, здесь тоже все наклеено. Очень красиво. И вот здесь столики. Кулер. Вот еще. И вот так. Вот такая красивая комнатка. Все, не будем людей смущать. Уходим. Вот такая вот кухонька. О, карта метро. Тоже очень полезно. Я здесь, честно говоря, не тусуюсь. Только подогрела кофе, потому что здесь офигенные рядом кафешки. Рум багажная. Опа. Рум багажная. Смотрите. То есть, если у вас большой багаж, тут можно под ключ, я так понимаю, наверное. Или не под ключ. Не знаю еще. Оставлять свой большой багаж. Классно. Пошли наверх. Мне кажется, я уже все показала здесь. В общем, надо будет сейчас еще собрать у девочек, кстати, минусы и плюсы, которые здесь есть. Потому что здесь все равно есть свои минусы по сравнению с тем, что с отелем. Я же раньше только в отелях останавливалась. Никогда не останавливалась в хостеле. Поэтому, конечно же, здесь есть свои нюансы, с которыми нужно считаться. Так, я вам рассказала. И в основном сейчас я прям говорю, одни плюсы, все хорошо, все прекрасно. Но на самом деле это действительно так. Здесь очень много плюсов и очень комфортно. И мне повезло с соседками. Потому что они общительные. И даже если не общительные, но они милые и совершенно тебя никак не напрягают. Первый минус, с которым я столкнулась, но я бы не сказала, что это минус. Это такой минусочек. Но здесь повезло мне как бы с ним. Но это может быть большой проблемой, если, например, есть люди, которые, допустим, любят холод. А есть люди, которые любят жару. И если у вас находится 6 человек, да даже если двое или трое, и, допустим, кто-то любит холод, а кто-то любит жару, то, допустим, на ночь открытые окна. Вот я, например, ложилась спать. Я открыла, потому что было жарковато. Хотя потом уже стало холодно. Ну вот представьте, я закрыла все, а кто-то приходит, и ему трудно дышать. Как, например, моя мама, взрослый человек. Откроет все, а вы там раз и заболели. Меня немного притянуло, как бы, но не было холодно. Ну, в принципе, я уже нормально себя чувствую. Но это может быть проблема для кого-то. Это первый момент. И в этом смысле, конечно, отель будет, ну, как бы, хостел будет уступать. Второй момент, что, например, первую ночь... Мне кажется, у меня ресницы падают. Сейчас, секунду. Нет, все нормально, все на месте. Второй момент. Я, например, сегодня, ну, как бы, не могу сказать, что прям суперкрепко спала, потому что у меня был некий страх, что дверь не закрыта. Я, например, когда сплю, или вот даже когда мы в купе едем, мне напоминает вот это все, да, такое поезд только, который стоит. Закрывается дверь, например, и ты спокойно спишь. Вы знаете, что вы здесь все на месте, все закрыто. У меня почему-то был все время страх, что кто-то может войти, перепитать двери. Да, и я все время, когда кто-то заходил, я все время, нет-нет, просыпалась. То есть я за ночь проснулась, не знаю, раз пять-шесть. Но я думаю, что, может быть, это дело привычки, потому что я еще не была в таких местах, и мне немножко было... Ну, как бы, в поезде понятно, что никто не войдет, да, вы едете. Вот. Но в любом случае вы закрываетесь, да. Вот. А здесь вот немножко такой был момент, не очень комфортный. Возможно, к нему можно привыкнуть. Ну, привыкать не надо, есть беруша. Так, дело не в том, что ты просыпаешься от шороха. Ну, то есть, понятно, берешь его, вот, лайфхак, хорошо. Страшно, что кто-то войдет, откроет тебя, может, парень какой-то, понимаешь, соседнего. Да, ну, потому что, ну, это первый раз, видимо, вот такой момент, такие страхи у меня. У меня всегда дверь закрыта, все закрыто, я знаю, что я в безопасности. Хотя это все дело относительно, сами понимаете, безопасность такое дело. Когда мы пришли только сюда, мы зашли сюда с Аленой, и Алена начала шутить, что, типа, я храплю. Хотя я не храплю. И девочка, которая сидит рядом, она сразу такая, так, кто, кто храпит, не надо, у нас здесь такая идиллия. Ну, то я говорю, я не храплю, все замечательно. Но опять же, девочки, это может быть тоже минус, а, беруши, мне показывают беруши. Да, если кто-то храпит, то помощь беруши. Слушай, но беруши не 100% уже все равно. 100%. Легкий храп там где-то вдали будет, слышно. Нет? Будильник даже меня не разбудил вчера. Да? То есть я проспала просто... А ну, покажи, что за фирмой беруши у себя. Ну, вы сейчас какие-то простые были в аптеке, и все. Они вот так вот... Мягкие, да. Да, они сначала их вот так вот берешь, берешь, берешь вот так вот. Да, но у меня такие были. Потом они... и все. От чего я использовала беруши, я, кстати, не помню. Ну, да, беруши могут спасти, но кто не любит беруши, вы будете наслаждаться ночью чужим храпом. И поэтому вам повезет, если храпа не будет. Опять же, в этом уступает отелю отдельному, да. Так, вот еще мне моя соседка подсказывает. Она как-то брала отдельную комнату в хостеле. То есть хотела вот так вот отдельно от всех находиться, но она говорит, очень важно, это такой совет, читать отзывы о шумоизоляции. Потому что она говорит, что переплата такая значительная, да, от хостела, но слышимость очень хорошая, и в итоге ты не получаешься как бы отдельно от всех. Ты как бы нет смысла переплачивать, да, комфорта, что ты один, нету. Поэтому читайте отзывы о шумоизоляции. Здесь, в принципе, шумоизоляция хорошая, вот. Ну, и в принципе, тоже нет смысла отдельно что-то покупать, брать, да, отдельно. Ну, как бы в этот раз мне повезло, как бы, и это классно. Если бы, конечно, у меня другие соседи были какие-нибудь странные, то хрен его знает. Давайте теперь я еще, может быть, по мере накопления я вам скажу еще о минусах и плюсах. Сейчас вот о минусах пока все. Плюсы теперь. То, что здесь светло, то, что здесь большая площадь, это редкость, потому что в основном везде все узкое и все такое, ну, то есть не такое светлое, да. Кто предпочитает светлое все, то здесь вообще number one. И вот эти большие расстояния, то есть большая площадь, что тебе есть здесь дышать, высокие потолки, это на самом деле редкость и это плюс. Думаю, за это тоже большие рейтинги. Еще мне соседка подсказывает, что большое количество душевых, так как она не первый раз в хостеле останавливается, большое количество душевых она в отзывах прочитала. И это тоже очень хорошо, потому что у нас здесь три душевые и пять туалетов, да, получается в целом. На нашем этаже никуда спускаться не нужно. Внизу у нас там сколько, три туалета, две душевые. То есть это тоже хорошо. Стиралка, умывалки, то есть очень много. Вот. Еще из плюсов то, что я заметила, что здесь можно практиковать английский язык, потому что очень много иностранцев, которые приезжают учиться, не знаю, или на какие-то вот семинары. Это мне тоже очень понравилось. Здесь большой балкон, это индивидуально для этого хостела. Вот то, что учиться английскому, это, ну, к каждому хостелу, мне кажется, можно относиться. Ну, и, естественно, познакомиться можно с кем-то. Но если вы ищете богатого какого-то человека, то, скорее всего, это не в хостеле, да, это я уже говорила. Здесь, если просто там парня, просто заграничного парня хотите найти, то такой вот лайфхак. И еще то, что удобно с этим хостелом, то, что рядом, буквально здесь в соседнем доме находится столовая, это вообще очень круто, недорогая столовая, центр Москвы. То, что самое это, центр Москвы, невероятность, что не нужно никуда ездить, просто пешком, Покровка, Мясницкая, здесь все, Китай-город, Таганка, то есть это все можно пройти пешком. И здесь очень красиво. При этом здесь очень тихо и очень чисто, это что касается именно этого отеля. Этот отель абсолютно не знает, что я его рекламирую, то есть они видят, что я что-то снимаю, но такие все странненько на меня смотрят, разрешают снимать, но абсолютно не знают, что о них я говорю. И в этом смысле я рада, что могу говорить все, что хочу. Вот. Еще рядом делают офигенный кофе, это я уже сказала, как вы знаете, я кофеман, и для меня кофе это вообще, ну, то есть number one. Если здесь готовят кофе, который готовят везде, то день на смарку, утро недоброе. Здесь я взяла уже вторую кружку, второй стакан, просто офигительного, мягкого кофе и просто мягкого, замечательного послевкусия. Это вообще во-во-во-во. И очень много всяких ресторанов и кафе, то есть развлечений здесь от и до, тысяча караоке рядом, ресторанов от дорогих до бюджетных, и все мне это напоминает Европу. Короче, я вот так вот не жила на Китай-городе, но этот район я очень люблю, потому что здесь я делала свои виниры, люминиры. Здесь я, в общем, много где была, очень много знакомств на этих улицах происходило у меня. Очень приятные впечатления, то есть Москва, центр Москвы, это вообще number one. И я сюда еще приеду, и если я буду одна, то обязательно остановлюсь в этом хостеле. Хотя я еще видела один хостел в центре, недалеко там где-то Новослободская или Тверская, кстати, сейчас спрошу, была там или нет, там вообще лакшери-лакшери. Я, честно говоря, не поверила, что это хостел. Думаю, да, ну нафиг, это не хостел. Там и цена невысокая, и там просто, ну я говорю, лакшери, там такая лестница винтовая, еще что-то. Если я найду, я вот сюда вставлю фотографии, не помню, как этот отель называется, его как-то случайно, но все время напарывалось на него. И я думаю, наверное, какой-то лохотрон. А теперь, видя этот хостел, который такой милый, симпатичный и недорогой, я думаю, что это вполне реально. Отличное большое зеркало здесь, внизу, где можно посмотреть на себя в полный рост. И, кстати, еще по поводу плюсов, по поводу безопасности. Не все любят останавливаться в отеле, потому что ты там один, и там скучно, как бы и страшно. А здесь очень много людей, с которыми как бы можно поболтать. Например, я сейчас с соседкой познакомилась, просто, просто превосходно болтаем, проводим время. Это очень удобно. Плюс безопасность, что с тобой кто-то рядом, ты всегда можешь там что-то спросить, даже с кем-то можно время провести. Ну, как бы вот два дни страшно, да, там и уютно. Вот в этом смысле тоже есть свой плюс. Ну что, мои хорошие, прошло три ночи в моем хостеле, и я уже могу сказать какие-то моменты, например, конфликт, который у нас случился буквально вчера. Ну, хорошо, что мини-конфликт, потому что девочки все взрослые, и это хорошо. Как вы видите, я простывшая, больная, все об этом знали, вот, и как вначале я ей сказала, что вот в хостеле чем неудобно, и это действительно может быть очень даже такой решающий момент для того, чтобы выбрать хостел или отдельную комнату себе какую-то в том же хостеле. Или вообще отдельный отель лучше все-таки в идеале. Это то, что, например, как я и говорила, открытое окно. То есть я простывшая, я спала вот в этом костюме, куртку только не одела, я спала под одеялом, я спала не у окна. И тем не менее, было холодно в Москве, и вот такая щелочка очень сильно решала. У меня был насморк, если я вдыхаю холодный воздух, у меня першит в горле, я кашляю, и, соответственно, я не могу уснуть. А другая девушка, она жила, у нее была кровать возле окна прям, и вот ей как раз-таки не хватало воздуха, и еще она переживала за то, что все могут простыть от того, что не проветривается помещение, я так поняла, да. И она хотела, чтобы вот воздух хоть как-то циркулировался, вот. Ну, я не знаю, как в этой ситуации, конечно же, я всегда думаю о себе, и, ну, не всегда, нет, конечно, я всегда думаю о себе, но я стараюсь быть объективной. Я понимаю, что ей может быть душно, но также знаю, что уже стадия моя, она уже не заразная, если только, наверное, не целоваться со мной. Вот, то есть, обычно мы заражаемся, если вы не знаете, то это вам от прям, прямо от доктора до проявления симптомов за сутки, то есть можно заразиться, да, вот прям вот так вот. И в первые сутки проявления симптомов. Потом уже вот эта вот заразительная тема, ну, которой ты заражаешься, я не знаю, как блондинка, господи, я объясняю, ты уже, в общем, не заразишься, не страшно. Короче, не суть в том, что я не могла уснуть, полчаса я терпела и мерзла, но потом я просто встала и закрыла окно. Девочка это окно не хотела закрывать, и мы все легли спать, хотя не все даже были довольны. Кто-то мерз, кому-то было холодно, кто-то лег спать с мокрой головой, вот, кому-то тоже было душно, нас было 6 человек, но мы не стали проводить голосование, ничего, просто мы все легли с открытым окном, с щелочкой, да, но я встала, просто набравшись наглости и закрыла это окно, и после этого я только уснула, и, в принципе, я думаю, что этим самым я дала возможность попасть, поспать всем, потому что если бы было окно открыто, я бы кашляла всю ночь и сопливила бы, короче, и это было бы очень плохо для всех. Считаю, я позаботилась. Ночью никто не открывал окно, мы встали, в принципе, у нас не было никакого негатива там, да, взрослые все девочки, мы также продолжали общаться, но этот момент, на самом деле, очень-очень и очень хороший, да, это все, опять же, зависит от людей, мне немножко повезло с ними. Вот такой вот момент. А еще Алена рассказала, она была в другом хостеле, и она говорит, девочка проснулась в 7 часов утра, и с 7 до 8 она красилась и все время шуршала каким-то пакетом, как будто вся косметика лежала в самом шуршавом пакете в мире, и она, короче, вот, пока красилась целый час, шуршала и шуршала, она потом ушла, конечно, в 8 утра, но, говорит, я уже уснуть не могла, и тоже такой момент, да. В общем, если перекантоваться, мне кажется, там, на один сутки, на двое, да, там, по-быстрому как-то так, да, то одно дело, и как бы экономия, и если вам нужно сэкономить, то да. А если вы собрались надолго получать удовольствие от города, от жизни, на неделю, на две, то, конечно, хостел, но лично для меня это не вариант. И более того, если даже отдельно комнату выбирать, то, например, утром я стояла в очереди, да, я сначала радовалась, но потом, когда ты хочешь в туалет сильно, да, там, или ты, например, спешишь куда-то, опаздываешь, и тебе нужно сходить в душ, и все четыре душа заняты, ну, это, конечно, нужно иметь это в виду, что на это может уйти какое-то время, вот. А, в принципе, мне жить в хостеле понравилось, завтра я уже съезжаю, там очень добрая атмосфера, на самом деле, наверное, можно сказать, больше плюсов, чем минусов, вот, поэтому я рада, что я побыла в хостеле, что я там пожила, и я не отметаю эту идею жить в хостеле вот так вот, то есть у меня, наоборот, больше доверия возникло, больше возможностей, и вот очень круто. В Европе хостели, они, по-моему, в Европе хостелы, они, по-моему, еще круто, вот. Поэтому вот так, пишите в комментариях, были ли вы в хостелах, может, вы даже какие-то хорошие хостелы посоветуйте мне в Москве, если кто-то был и останавливался, и остался доволен, большой, там все удобно, все классно. В общем, вообще, расскажите о своих, о своих возможностях, идеях, как можно еще сэкономить, оставшись в чужом городе или стране. А я вас люблю, целую, прощаюсь, до следующего видео, пока. Привет. Продолжение следует...